Всем привет! Сегодня полезные советы на все случаи жизни. Пеноплекс это хороший утеплитель, у него низкий коэффициент теплопроводности. И применяя такой материал, стоит знать пару секретов. Например, утепляя цоколь дома, в идеале стоит использовать пеноплекс-стена. Такие плиты имеют фрезерованную поверхность, что улучшает адгезию штукатурных и клеевых составов к поверхности материала. Но что если мы не смогли найти такой материал? Или просто из-за неопытности уже закрепили к цоколю дома пеноплекс-комфорт? Тогда необходимо своими руками сделать шершавую поверхность. Самый простой способ это можно взять обычную ножовку и потихоньку, полегоньку добиться нужного результата. Но когда объем работ больше 30 метров, начинаешь придумывать различные приспособы. Увеличить скорость обработки поможет обычная кухонная терка, на которой с одной стороны есть интересная поверхность. Берем в руки болгарку и вырезаем эту часть. Замеряем прямоугольник и отрезаем кусок доски по размерам. Прикручиваем на саморезы и остается добавить только ручку, в роли которой будет выступать обрезок бруска. По итогу мы получаем что-то в виде шпателя для обработки пеноплекса. С такой самоделкой уже в разы скорость работы увеличивается. И с такой поверхностью адгезия будет лучше. Можно еще увеличить скорость работы. Но этот способ подойдет не каждому, ведь тут нужна будет болгарка с регулятором оборотов. И это очень важно, друзья. Также я взял обычную банку, в которой вырезал дно. Затем керном и молотком пробил кучу отверстий, чтобы получить что-то в виде терки. Закреплял такой самодельный диск на двухсторонний скотч, по всей плоскости, к шлифовальному кругу. И установив на болгарку и выставив на самый минимум обороты, можно быстро обрабатывать поверхность пеноплекса. Прям буквально за считанные секунды. Год назад мы готовились утеплять один домик. И прежде чем приступить к работе, сделали замеры тепловизором. И нашли огромные участки промерзания дома с большими потерями тепла. Потом был процесс утепления фасада. Подробно рассказывали от А до Я, как выполняли все работы. И вот прошел год. И снова наступила зима. И мы сделали новые замеры тепловизора. По итогу мы получили хорошее утепление дома. С утеплением в 50 мм пеноплексом перепад составил всего лишь 1-2 градуса. А без утепления было 7-9 градусов. Огромные потери тепла были над окнами. А теперь их нет. Там сверху пропускало. А сейчас получается окно. Чисто само окно, да, раму. Ну то есть сосульки там я даже вижу. Ага. То есть можешь отрегулировать окошко надо. Ага. Углы внутри дома чувствуют себя отлично. Утепляя такой фасад, мы пользовались различными хитростями. Например, для быстрой разметки утеплителя можно использовать всего лишь обычную рулетку. Также, чтобы практически не оставалось остатков пеноплекса любой толщины или, например, когда я утеплял полы в своем доме, я использовал пеноплекс в 20 мм, который вообще не имеет паза. Я сделал хитрое приспособление. Для этого взял кусочек доски и отрезал две заготовки по 15 см. Кладем две заготовки друг на друга и нам нужно задать глубину паза, который нам необходимо получить на пеноплексе. В моем случае это 10 на 10 мм. Чтобы получить такой квадрат, добавляю кусочек фанеры, который приклеиваю на монтажную пену и фиксирую финишными гвоздями. Далее закрепляю пару лезвий на саморезы с предшайбой и самоделка готова. Таким образом получается вырезать ровный паз 10 на 10 в пеноплексе толщиной в 20 мм. Работать такой приспособой оказалось очень удобно и быстро. И с помощью нее я сделал шип-паз на каждом листе при утеплении своего пола. Тем самым качественнее перекрыл мостики холода. Резать пеноплекс можно обычным канцелярским ножом, но будьте готовы часто менять лезвие. Чтобы этого избежать, сделаем хитрый нож. Возьму старую пилку для лобзика и обточу края, чтобы при разрезе пеноплекса не было крошек и лишнего мусора. Обточив пилку и установив ее в лобзик, можно быстро резать утеплитель на необходимые заготовки. Вырезать проемы дверей и окон или даже радиусные линии. Лезвие тут вечно острое и не будет отнимать у вас время на замену лезвий. Или еще больше на поиск самого канцелярского ножа. То он в кармане, то забыли на окне или на лестнице. Так что при большом объеме работ это полезный способ. Напишите, какие вы еще знаете хитрости при работе с этим материалом. Поставьте лайк, если видео было полезно и подписывайтесь на канал. Всем добра, удачи, позитива. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok